Друзья, всем привет! Есть у меня вот такие дешевые сломанные пистолеты для герметика. У одного в целом все плохо, а у другого все работает, но согнулся курок. Я думаю, если его выпрямить, то спустя пару минут работы он снова согнется. Попробуем его модернизировать. А для этого будем его разбирать. Понадобится ключ или головка на 8. Кстати, смотрите, какой классный набор инструмента у меня появился. Тут куча разных ключей. Всегда хотел себе такой наборчик. А то вечно попадаются в машине всякие непонятные гайки, которые не знаешь, чем открутить. Для операции по разбору пистолета для герметика, конечно, не обязательно иметь такой. Как я уже говорил, мне нужен только один ключ. Возьму маленькую трещотку с головкой на 8. Начнем разбирать. Сперва откручиваем шайбу-поршень. Далее надавливаем на плашку и вынимаем шток. И затем аккуратно извлекаем все внутренности. Пружинки потом пригодятся для других самоделов. Теперь надо снять гнут и курок. Пассатижами сплющиваю заклепки. Первая пошла легко. Со второй немного повозился. Но в итоге пришло к тому, что просто отпилил ее болгаркой. Все. Теперь у нас чистый пистолет, который будем модернизировать. В отверстиях, в которых ходил шток, нарежу резьбу М8. Установил метчик в шуруповерт и аккуратно нарезал резьбу в первом отверстии. По той же технологии хотел нарезать и во втором отверстии. Но шуруповерт с мячиком не влез. Так как металл мягкий, то сделал все простыми пассатижами. Далее беру шпильку М8, фиксирую в тисках и отмеряю длину, примерно равную штоку. Делаю отметку и отпиливаю. Не забываем про очки. Глаза надо беречь. На отрезанном куске шпильки болгаркой со шлифовальным диском стачиваю пару сантиметров от края и снимаю пару миллиметров. Достаю плашку М5, зажимаю шпильку аккуратно в тисках и нарезаю резьбу на сточном краю. Теперь эту шпильку вкручиваю в пистолет и через шайбы проставки устанавливаю поршень и затягиваю гайками так, чтобы он свободно вращался. Так, ну пробуем как будет работать. Для этого беру герметик и устанавливаю на штатное место. На свободный конец шпильки подсоединяю шуруповерт и смотрим, что получится. Кстати, забыл добавить, что установил для уверенности дополнительную гайку. Я подумал, что металл все-таки мягкий и дополнительной прочности не помешает. Гайка никак не приклеена, а просто прижата к заднему краю. И вот как удобно пользоваться теперь пистолетом. Немного потренировавшись, можно наносить герметик идеально ровно. Кстати, у всех, наверное, остаются вот такие долголежащие тюбики с засохшим герметиком. Так вот, не спешите их выбрасывать. Покажу вам пару идей, где их можно использовать. Во-первых, через выходное отверстие с помощью чего-либо, например, болта или шпильки, выталкиваем все содержимое. Если внутри был силиконовый герметик и он полностью засох, то считайте, вам досталась отличная штука для зачистки забившейся наждачной бумаги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробую его вот на таком явно отслужившем круге. Видно, что силикон хорошо очищает даже там, где зерно полностью на наждачке отсутствует. Но на этом шлифовальном станке давно пора менять круг. Тут уже ничем не помочь. Так вот, вернемся к пустым тубусам. Им тоже есть применение. Для демонстрации поменяем локацию. Кладем плитку в котельный и дошли до этапа затирки швов. Так как это простое техническое помещение, то затирать будем тем же клеем, на который клали плитку. Но это не принципиально. В общем, берем емкость, в которой намешаем немного клея или затирки. Получившуюся массу вливаем в пустой тубус и закрываем поршнем. Далее устанавливаем все это в пистолет для герметика. Я буду использовать свой модернизированный. Но на самом деле можно взять любой рабочий. И теперь наносим клей или затирку между швов. Тонкий носик от тюбика герметика отлично подходит для этих целей. Таким образом, быстро, легко и просто можно заполнять швы. Друзья, вот такие интересные, на мой взгляд, идеи. Хотел вам сегодня показать. Думаю, все это было придумано уже давным-давно до меня. Но, скорее всего, многие не видели. И даже не задумывались, что можно так сделать. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк. И напишите, что по этому поводу думаете. Тем, кто не подписан на канал, я рекомендую это сделать прямо сейчас. И жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем хорошего настроения. И пока-пока.